Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что у вас произошло. Значит, вы пишите о том, что сегодня, ну еще сегодня, ровно месяц, как вы вместе со своим парнем. Значит, несколько дней назад я почувствовал, что он стал ко мне холодно относиться. Давайте так. Были ли какие-то события, которые могли заставить вашего парня относиться к вам хуже? Были ли какие-то события, которые могли вашего парня от вас, ну например, оттолкнуть? Были ли какие-то события, которые могли как-то вашего парня, ну, настроить против вас, например? Значит, это вот такой момент. Дальше. Дальше. Если мы говорим о том, что между вами что-то случилось, да, то сразу возникает вопрос. Как у вас обстоят дела с интимной жизнью? То есть, как у вас в сексе вопрос решать? Были ли вы, например, скажем, в интимных отношениях? Спали ли вы вместе? Или нет? То есть, соответственно, если спали, то почему вы позволили это себе? То есть, если вы отдались мужчине слишком рано, то совершенно логично может быть с его стороны и такое поведение, да, такая реакция, что он мог вам охладить. То есть, в общем и целом, это нормально. Такое бывает довольно часто. Довольно часто бывает так, что вот молодые люди в интимные отношения вступают, да, и потом, соответственно, после этого у них там начинаются проблемы. Вот. Значит, что вам делать? Что вам делать? Ну, во-первых, помимо того, что вам нужно проанализировать то, что я сказал, да, проанализировать то, что вот я вам дал сейчас вот эту информацию. Помимо этого нужно, чтобы вы обязательно сейчас своего мужчину оставили в покое, чтобы вы не трогали его, чтобы вы дали ему нормальное время побыть без вас, чтобы он понял, что вы не собираетесь за ним бегать. Вот. Вы, соответственно, займитесь своими делами, вы, соответственно, займитесь тем, что вам нужно, но вы, соответственно, занимаетесь сейчас больше собой, в своей жизнью. Вот. Мужчину старайтесь не трогать, не писать, не писать ему. То есть, если вы пишете ему, то ситуация такова, что он будет настраиваться против вас. То есть, он будет видеть, что вы сдаетесь в нем, ну, еще больше, и из-за этого, как бы, будете вы терять свою ценность в его глазах. Поэтому вам нужно, чтобы все-таки он сейчас увидел, что вы не будете развивать, не станете за ним бегать и, значит, он будет, чтобы он увидел, что вы знаете себе цену и, в общем-то, относитесь к себе с уважением. Вот. Вот это вот, пожалуй, является самым главным для вас. Ну, а там дальше время покажет, месяц это не так много, и тот факт, что вы обратили внимание на эту дату, то есть да, конечно, месяц это приличный срок, безусловно, но и не такой большой, чтобы обязательно с уверенностью сказать, что вы будете вместе, ну, в любом случае, да. Так что, я думаю, что так вот. Не портируйте события, не нужно этого делать. Не портируйте события, не, значит, давите на мужчину, не показывайте ему, что вы переживаете, из-за этого не нужно, не нужно показывать, что вы переживаете. Вот напротив, я бы сказал, что вам имеет смысл показать свою независимость больше. То есть, мужчина не проявляет к вам какой-то вот симпатии, да, мужчина не показывает вам, что вы ему нужны, например, ну, в достаточной степени. Ну и все, значит. А вам то почему тогда? Логично, значит. Ну, на мой взгляд, логично. На мой взгляд, логично. Поэтому, так, я думаю, можно ответить на вопросы. Если у вас трудности возникли с тем, например, чтобы не писать ему, если вы прям ходите это сделать, то это уже проблема, скорее, ваша, и, соответственно, вам, именно вашу же, вашу же проблему, и нужно будет решаться. То есть, это проблема вашего восприятия, по большому счету. Это уже не проблема мужчины. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вас. Не отчаивайтесь, мужчина, может быть, вернется к вам еще. Просто вполне возможно, что вы чересчур в нем растворялись, и ему это не понравилось. Он понял, что вы слишком рано подвигаете, например, на его свободу. Вот. Не нужно расстраиваться, ничего сразу не произошло. Вот. Повторяйтесь, здоровьтесь, это достойно. Если у вас остались вопросы, если вам потребуется поддержка, помощь, пишите мне в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.